Глава 57 Смерть Сатраджита и возвращение Акруры Сын Бадарайны Вьясы сказал Через некоторое время в Двараку Из столицы царства Куру прибыл гонец с печальным известием о том, что тетка Кришны Кунти и ее сыновья сгорели в Смоленом доме, где хоронились во время изгнания Зная, что это неправда, Кришна с Баладевою, тем не менее, отправились к Кауравам оплакивать смерть вдовы и пятерых сирот Они прибыли в Хастинапур, когда все семейство Куру и их близкие Пхишма, Крипа, Видура, Гандхари и Дрона Безмерно сокрушались о гибели Кунти и Пандавов и готовились совершить необходимые погребальные обряды В Двараке тем временем тоже происходили печальные события Когда Кришна отправился оплакивать смерть Арджуны и его братьев Родичи Кришны, Акрура и Критаварма замыслили отобрать у Сатраджита его драгоценный камень Они обратились к знатному горожанину по имени Шададханва Которому Сатраджит еще до встречи с Кришной обещал Сатябхаму в жены И принялись подстрекать его похитить Шьямантаку Раз тебе не досталась жемчужина среди женщин Пускай ты будешь обладать хотя бы волшебным алмазом Убеждали Шададханву Акрура с Критавармою Поддавшись на уговоры, алчный и глупый Шададханва Пробрался ночью в дом Сатраджита И точно мясник зарубил его на глазах у жен Присвоив себе драгоценный камень Узнав о гибели отца, прекрасная Сатябхама Чуть было не лишилась рассудка «Отец мой любимый!» — восклицала она, Проливая слезы над телом благородного Сатраджита Смертью своею ты и меня лишил жизни И решила царица не хоронить родителя тут же Но велела слугам наполнить ковчег сохраняющими составами И уложить в него тело отца Далее она с надежной дружиной отправилась к Кришне в Хастинапур Когда Кришна узнал о злодеянии Шададханвы Глаза его наполнились слезами И он поклялся отомстить за смерть тестя Вернувшись в дворку, Кришна и Баларама устроили охоту на Шададханву Как на дикого зверя, чтобы извести его сосвету В смертельном испуге Шададханва прибежал к Критаварме И просил вымолить ему прощение у Кришны Но Критаварма так ответил душегубом Я не дерзну навлечь на себя гнев Кришны Никому еще не удавалось остаться в живых Досадив сыну Васудевы Вспомни Камсу и его друзей Вспомни Джарасандху Который семнадцать раз ходил с дружиной на Кришну И всякий раз возвращался домой без войска Без друзей и колесницы Удача отворачивается от тех Кого Кришна зачислил в свои враги Отвергнутый Критавармою Шададханва поспешил к Акруре И также просил замолвить за него слово Но и Акрура ответил ему отказом Мне дорога жизнь, друг мой Никто в здравом уме, зная могущество Кришны и Баладевы Не осмелится предстать пред ними твоим доброжелателям Кришна одним взглядом творит, сберегает и разрушает целые вселенные Даже владыка Брахма не ведает замысла Всевышнего Что же говорить о нас, простых смертных? Смирись со своей участью Если Господь вознамерился и жить Тебя со святу То это тебе на благо Семи лет от роду Кришна одной рукой поднял гору Точно лесной гриб И неделю держал ее Над жителями Враджи Спасая их от гнева небесного владыки Сам я почитаю Кришну Своим господином Чьи пути неисповедимы И деяния чудны Он, душа мира Первоисточник бытия И неподвижная сердцевина всего сущего Не найдя сочувствия Шататханова спрятал камень у окруры И на коне бежал из города За тысячу верст от твараки Кришна с Баларамою под стягом Гаруды на колеснице Пустились вслед за убийцей старшего родича В саду на подступах к Митхиле Загнанный конь Шататхановы Упал замертво Охваченный ужасом Беглец укрылся в густой чаще Кришна, спешившись, последовал за ним Догнав убийцу Господь снес Шататханове Голову своим Разящим без промаха Огненным кругом Обыскав одежды убитого Он с горечью обнаружил Что камня при нем нет И, вернувшись Поведал брату Как лишил жизни невинного человека На это Баладева отвечал Кришне Камень тот Шататханова Наверное, оставил кому-то в двараке Возвращайся домой И отыщи того, с кем вор виделся перед бегством А я хочу навестить дорогого моему сердцу Царя Видехи С этими словами Благородный наследник семейства Яду Ступил в древний город Митхилл И направился в царский дворец Царь Митхилл сам встретил Балараму у ворот Проводил во дворцовые покои И усадил на почетное место Несколько лет прожил могучий Баларама В древней Митхилле Обласканный государем Джаракой Там он обучил старшего сына Тхритараштры Дуриотхану искусству боя на палецах В двораке чернокудрый господь Дабы успокоить Сатябхаму Поведал ей и всему народу О том, что Шататханва Предан смерти за свое злодеяние Но драгоценности при нем не оказалось Затем Кришна велел свершить погребальные обряды По своему тестю И лично утешал в горе родичей супруги Виновники смерти Сатраджита Акрура и Критаварма В страхе перед Кришною Тоже бежали из двораки И укрылись вдали от людей Как дикие звери С исчезновением Акруры И солнечного камня В двораке Стали происходить несчастья У людей появились телесные недуги И тревоги Чего прежде в городе никогда не случалось Снова по городу поползли слухи Что это сам Кришна Подстроил убийство Сатраджита С помощью своей родни Недалекие горожане Полагали, что не Кришна Но Акрура владычествует Земными судьбами В прошлом, шептались они Когда Индра не посылал на землю Каши дожди И случалась засуха Местный государь Отдал свою дочь Гандини В жены Швабхалки Отцу Акруры Что гостил тогда у него И на следующий день Небеса разразились Обильными ливнями Где бы ни случалось быть Акруре Стяжавшему могущество От своего великого отца Там небеса Щедро одаряли землю дождями И богатым урожаем Везде, где гостит сын Швабхалки Люди не знают хвори И живут до глубокой старости И дабы спасти свою честь Кришна велел Акруре Явиться обратно в двору Показать всем драгоценный камень И успокоить встревоженный народ Всевышний Сердечно принял Акруру во дворце И оказал ему царские почести Затем, усадив гостя На почетное место Он успокоил страхи Акруры Я знаю Ты щедр сердцем, друг мой И предан мне всецело Мне так же ведомо Что у тебя Спрятал душегуб Шататханва Волшебный камень Сатраджита И в том нет твоей корысти Поскольку у Сатраджита Не было сыновей Его имущество Согласно Писанию Должно перейти в собственность Его внукам Мужеского пола Им надлежит сделать усопшему Жертвенное подношение Расплатиться по его долгам И принять его наследство Я не желаю забирать себе камень Никто кроме тебя Не сможет так надежно сберечь Солнечный бриллиант Я лишь прошу показать его Моему брату и жителям Двараки Ибо они подозревают меня В преступлении против Сатраджита Совершай жертву камню Как делал это прежний хозяин И пусть твой дом Наполнится золотом и богатствами Устыдился сын Швабхалки Что вынудил Господа Просить смертного об одолжении Достал он камень Из своего платья И при всем народе Вручил его Кришне Снова ярко засиял Шьямантака Словно солнце Сошедшее на землю Так Кришна Смыл с себя пятно Незаслуженного позора Умиротворив родичей Господь вернул Драгоценный камень Акрури И дозволил хранить его У себя вечно Всякий, кто внемлет Сей повести о благородстве Кришны Искупает прошлые грехи А тот, кто вещает Эту повесть ближнему Несет благо себе И всем на свете Становится праведником от Бога И обретает вечный мир В душе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok